Давай переворачивай камеру, нам интересно. Здравствуйте. Слушаю ваши вебинары, тренинги, это вообще огонь. Спасибо. Столько импульсов получила. Вас зовут? Меня зовут Нагима, мне 33 года. Я в разводе. В 7 лет прожила с игроманом. Он тот самый младший любимый сын мамы. Ну, как бы сейчас работаю над собой. Я поняла, что я жертва. Раньше я все это время всех обвиняла, что он виноват. Я была для него мамой. То есть все кровь бессознательно просто меня вытеснила, потому что две мамы как бы рожала она и две мамы неприемлемы для одного, ну, для ее сына. как бы вот так. Это еще непонятно, кому повезло, и между прочим. Это этот семлядеп ушла оттуда, выкрутил живой. Ну, это, знаете, было очень болезненно. Очень. То есть несколько месяцев назад я просто, ну, как бы я развелась, но я ушла полностью в работу. То есть надо было поднимать детей, вставать на ноги, покупать квартиру, да, даже если выпотеку. Вы купила квартиру? Да, ну, в ипотеку я взяла. Я вообще женщинами восхищаюсь такими, это же жесть какая-то. И, знаете, я вот не прожила все эти эмоции, то есть закопала просто. Я поняла, что я эту квартиру просто купила, ну, взяла в ипотеку просто для того, чтобы доказать, типа, вот я какая крутая, вы вот посмотри, кого ты, типа, потерял. То есть я в этой квартире не живу, я ее просто сдала, можете представить? А ты все удивляются. Рудители живешь, что ли? Нет, я сепарировалась территориально больше года назад, то есть я жила с ними. И несколько месяцев назад просто я была в тяжелой депрессии. Я вот в августе просто взяла себя в руки и встала, и я поняла, что я сама вроде бы прорабатываюсь, хожу по психологам. И когда я прослушала вот, где тренинг у вас эмоциональный, который проходил 7 часов, и когда вы читали вот эту медитацию, я просто поняла, что я не до конца приняла своих родителей. Кто я такая, чтобы их прощать? Да, в начале тоже, но сейчас к родологу сходила, пишу прощение, да, и сегодня просто-напросто у меня правая рука нереально чешется, у меня есть экзема. И сейчас я реально копаюсь в себе, ищу, то есть нету виноватых во всем я сама как бы брать, хочу ответ на 100% за свою жизнь сама. Вот сейчас вот записалась к вам на тренинг на 5 августа в Алмате, в сентябре, и вот хочу вот сейчас конкретно прокачать себя, то есть стать той мамой для своих сыновей, чтобы завтра старости не жалеть и чтобы им не портить жизнь. Я ходила и к родологу, и к нумерологу, и к астрологу, то есть копалась себе конкретно, то есть что со мной не так, прорабатываясь. даже по родологии и по астрологии я должна принять женскую часть, ну не женский, женский род, то есть себя, у меня больше мужская энергия во мне, то есть больше мужской энергии во мне, то есть личная жизнь не складывается, и принять маму, самое главное, принять ее такой, какая она есть, то есть мама, да, у меня такая холодная, то есть я ее в этом не обвиняю, все травмы, которые у меня всплыли, связаны стопроцентно, 200% именно с мамой, то есть моя задача принять ее такой, какая она есть, холодной, то есть мне 33 года, и за 33 года я вот ни разу не услышала там доченька, да, вот она всегда по имени, там может нагруппить, и просто хочу ее принять, но основной мой запрос я заедаю, понимаете, вот многие меня осуждают, да, кто меня знает из близких, то есть вот этот страх еще во время пандемии, у меня он очень сильно усилился, то есть я закупалась продуктами, просто я кайфую, когда их много, понимаете, к родологу пошла, она сказала, видимо, кто-то из предков просто пережил вот этот голодомор, нужно писать установки, я сейчас еще, у меня там 10 установок, надо каждый день писать по 10 дней, поэтому до этого еще не дошла, ну то есть я заедаю что-то, ну возможно страх какую-то, тревогу, возможно иногда просто себя поощряю сладким, ну это сейчас у меня гипотеза, возможно, мама когда ругала, там я плакала, давала сладкое, там подкармливала, просто таким образом просила прощения у меня. Хочешь тебе сейчас все по херью нахер? Да. Можно матом, как вы это умеете, вообще круто, мне это лучше заходит, больше, намного круто. Когда ты жрешь, и жопа твоя растет, когда? И когда ты ешь много сахара, пирожки, там этот, это отсутствие внутренней похвалы. Да, есть такое, я очень критично отношусь к себе. Это тогда, когда человек себя не хвалит. Да. Есть такое. И прежде, чем пожрать, ты можешь просто начать себя хвалить с того момента, когда ты проснулась. Я проснулась, я молодец, но только не путай, когда ты выебываешься, когда хвалишь. Да, да. Очень тонкая грань, поэтому я молодец, что я проснулась, я молодец, я приготовил вкусный завтрак, я молодец, я вкусно поела, я молодец, я убрала посуду, и вот так, до того момента, до обеда. и тогда ты в обед съешь меньше, чем ты ела обычно. И чаще всего ты эту пироженку уже не хочешь. Это рефлекс собаки Павлова, там, мы привыкли себя всегда хвалить за что-то. Мы что-то сделали, похвалили, съели, и когда похвалы не хватает, ты как-то собака, которой вот этот сахар кидают, начинаешь его кушать, и все. Это всем толстеньким, я прям говорю, я, у меня тоже есть отсутствие внутренней похвалы, у меня тоже очень сильно критические отношения к себе, и поэтому я всегда обстукиваюсь об аудиторию, да, то есть, поэтому я пишу там вот эти писульки свои, и чтобы мне дали обратную связь, насколько я адекватен или нет. Конечно, есть мудаки, которые все равно обосрут все, но не важно. Вот, поэтому хвалим себя, и прощение тела, ты когда писем прощения будешь писать, прости свое тело за то, что там оно там жрет, оно там некрасивое, оно там еще что-то, вот, и все свои какие-то там живот большой, жопа маленькая, и что там, я не знаю, уши большие, оттопыриные, то есть, что ты там у себя нашла, ты это все прощаешь в свое тело, и оно начнет подстраиваться по то, что ты хочешь. Псориаз, отсутствие внутренней похвалы, я не знаю, какого хера ты натворила, что ты себя так жрешь. Экзема. Это одно, и тоже это. Ага. Нерогермит, псориазы, экземы, это же неизвестная, как это, а не говорят, темология, да? Ну, короче, хуй знает, из-за чего. Ага. Я думала, это кожа, это границы. Я думала, кожа, это личные границы. Отсутствие внутренней похвалы, ты молодец, что ты ковыряешься, но, в общем, просто есть, разные слои пирога, когда ты ковыряешься в себе. И в зависимости от того, до какой глубины ты дошла, то у тебя будет такой диагноз. Но я, очень многие со мной спорят, там, у меня не так, там еще что-то, потому что просто глубина чуть-чуть разная. Ну, я... Там есть пирог, и ты можешь застрять где-нибудь в середине и сказать, что это там вот так. Но в оконцовке ты придешь... Вообще, смотри, вообще есть у человека, у любого человека, есть апогей его, как это, эмоционального состояния, да? И всего есть две причины, две причины, как это сказать, две причины радости или депрессии. Первая причина это любовь, это когда человек в любви, он тогда в радости, в любви он созидает. Когда человек исходит из страха, у него экзема, псориаз, у него депрессия, у него жопа отваливается, у него все пидорасы вокруг, то есть это вот такое. И в зависимости от глубины твоего погружения в себя, если ты еще до страха не дошла, то еще не так глубоко. Потому что в оконцовке даже за твоим псориазом можно вернуться к страху. Страх придет к гордыне, гордыне придет к ненависти в себе. И оно вот так вертится. И в принципе, в принципе, по большому счету, если с человеком работать глубоко, и он провалится в себя, он всегда выйдет либо на страх и эго, либо всегда на любовь и счастье. Чаще всего выходит на страх и эго, потому что счастливых людей очень мало. То есть, в принципе, вот все книги по психологии или там какие-то достижения можно похерить просто вот этими двумя как бы вещами. Ну, все остальное на одной путь. Поэтому, в зависимости от того, на какой стадии пути ты находишься, ты можешь стартовать те или иные свои паттерны и поведения, ну, то есть, исходя из того уровня, на котором ты застрял. Это первое. Второе. Закрывай глазки, вдох через нос, выдох через рот, давай подышим, посмотрим, что там у тебя. Тревога. Тревога. Ага, душа закрыта, трясется. Дыши глубже. Маски социальные, рохотлукунчики. Живот. Угу. Давай глубже. Глубже. Руки. Клечи. 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 Как будто у меня есть страх быть отверженной. Угу. Мама отталкивает вот так вот постоянно. Я хочу любви, как будто. Мама с папой жили? Да, не до сих пор живу. Ага. Все, давай. Глубже. Глубже. Будет хорошо. Как будто меня не хотела, мама. Дорогая, души глубже, я чуть-чуть поговорю. Я, конечно, понимаю, что родители в чем-то виноваты, особенно мама. дыши глубже. Дыши глубже. Правая щека прям как будто в рожеке. Угу. так. Спасибо. ande mission. Я том, как будто внове, как будто, вновь, я думаю, яと思います. Спасибо. 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 Danke. Сейчас в теле ощущение, состояние. У меня зажимы всегда вот так ходят. Давай, давай, давай. Зажима на ухо. Зажима на ухо. Зажима на ухо. Я когда провалилась внутриутробная, мама хотела как будто мальчика. И поэтому как будто я не принимаю себя, постоянно доказывать нужно мне. Дорогая, ты это когда так выяснила? В терапии. Ты об этом с мамой разговаривала? Ну, мама об этом, обо всем этом старается не говорить. Ой, говорят, твоя психология, ты уже начал. Ну, как бы, они-то уже... Тебе сказать честно, я с твоей мамой согласен очень. Есть в родологию уходят и обвиняют, сука, восьмого дедушку были по маминой стороне, долбоебу, потому что... Нет, я не обвиняю никого. Мама не хотела, поэтому я такая... Тебе еще раз сколько лет? Тридцать три года. И, сука, до сих пор ты из-за этого не счастлива, да? Нет, я счастлива сейчас, я счастлива. Дорогая. Когда я поняла, что во всем я сама виновата, что я лох передал Богом Всевышним, я вот начала по-другому на жизнь смотреть. Я не хочу никак не менять. Родители дали столько, сколько могли, они мне классные. Вот честно. Смотри, есть очень много людей, которые заигрываются. Мама меня не хотела, поэтому я такой. Папа там еще что-то. Папа вообще хотел на стенку кончить, да? А это случайно получилось. А я могла высохнуть, да? И вообще из-за этого травма у меня... Понимаешь, на что это похоже, да? Это же бред, блядь, чизофренический. ПТСР, да, это у меня получается? Я, ты по-русски разговариваю, я такие твои не понимаю. Что такое? Посттравматическое вот это вот состояние. Смотри, есть вопросы и проблемы, которые реальные, да? Угу. Есть, которые высосаны из пальца просто. Это у меня все высосанное? У тебя вот эта тема с мамой, она меня не хотела, это явно высосанное из пальца, потому что все, что ты говоришь, либо это твои иллюзии какие-то, которые ты придумывала, да. Потому что так надо, вы в группе проходили терапию, и у всех так было, и у меня что-то такое я там типа вижу. Да? То есть это под массовый какой-то ты попала, ну, я же, ну, я же как все. Угу. Угу. И поэтому ощущение, как будто врешь. Ну, то есть это неправда. Во всяком случае, в твоем случае. Это первое. Второе, есть люди, которые в родологии уходят, ходят и говорят там, седьмой дед изнасиловал бабку. Из-за этого я, блядь, венец безбрачия, сука, никому не даю, мне 55 лет уже. Понимаешь, то есть есть вещи, которые прям больно, и эту боль я очень сильно чувствую. Есть вещи, которые не сильно больно, и которые я тоже сильно чувствую. Поэтому я тебе рекомендую просто ты сама по себе, если ты смогла купить ипотеку, квартиру, и ты это, ты сильный достигатор, если это правда. Да? Да, это и есть. Если ты это можешь делать, если ты можешь это совершать, такие действия, то просто иди работай. И прекрати, если ему надо какое-то счастье там и так далее, да? Второе, если тебе нужен парень, не надо никого обвинять, идешь, находишь парня и шпилишься с ним. Потому что когда охота секса, ты будешь придумать всякую хуйню, почему у тебя его нет. У меня очень многие там последние там крайние рилы был, где я сказал, что для женщины отсутствие секса ничего страшного. И там какие-то говорят, ой, это страшно, другие этот. Это не так критично для женщины, как критично для мужчин. Да. Потому что вы можете искать, ой, не тот, мне нужно, чтоб я любила, сука. И 20 лет прошло, блядь, эта ракушка уже склеилась и ни хрена не происходит. И вам нормально от этого. Мужику это, ну, это смерть, правда. Это когда у него нет секса, он все уже. Нам сильно необходимо это. Вы можете это как-то сублимировать, там, как-то себя оправдывать и так далее. Поэтому этой херней не занимайся, отношениями нужно заниматься. И когда тебе 33 года, уже нужно выходить на самостоятельную охоту. Потому что у тебя сколько детей? Двое. Двое детей ты живешь в Казахстане, очереди не будет. Я тебе прямо говорю. Мужчин с большим сердцем намного меньше, чем с большим хером. Из-за мужика придется тебе, хочешь ты или не хочешь, если ты хочешь жить в Казахстане, тебе придется его хантить. Охотиться на него придется. И это не так, что там пусть сам позвонит, сейчас я там красавица, я там позвоню. Ты действительно красивая девочка, это у тебя все будет хорошо. Но если ты хочешь такого, тогда ты идешь там, ну как бы, если ты не хочешь охотиться в Казахстане, едешь в Дубай, едешь еще куда-то там, едешь там в Сан-Франциско, там на одну девочку 10 мужиков. Очередь будет стоять. Но ты не там оказалась. Поняла? Да. Благодарю. За что? За что? В целом, что можете сказать? Мне надо прорабатывать до сих пор родителей уже или отстать вот эти письма? Отстать уже от родителей, но ты можешь 40 дней письма прощения прописать. Но тебе нужно Алекс Лесли охота на самца, тебе нужно Монте Чи, даотские практики любви, потому что очень важно сексуальность, твоя сексуальность. И чаще всего в 80% женщин сексуальность, сука, закрыта. Да. И когда им говоришь, тебе нужно заняться сексом, а у меня секс и все нормально. Это первый, сука, признак, что там жопа. Поэтому займитесь сексом, потому что в 33 года нужно уже уметь. Угу. То есть сегодня очень много техник, практик для этого есть, потому что вы хотите богатых, молодых, красивых мужиков и нужно чуть-чуть поднапречься для этого. Мужики напрягаются для того, чтобы иметь молодых девочек. Он зарабатывает денег, чтобы иметь молодых, красивых женщин. Женщина должна быть молода, красива и сексуальна для того, чтобы хантить богатых мужиков. Все. Это в сухом остатке без всякой этики. Эта этика уже на свое усмотрение у всех. Услышала меня? Услышала. Не надо сидеть и ждать, что что-то произойдет само. Потому что 50 лет не за горами. Осталось 17 лет до 50. Спасибо. А то я, вот знаете, в течение года ковыряла себе постоянно. Но я сейчас в академии обучаюсь на психолога. Ну, как бы, я думаю, только для себя сейчас обучаюсь. Нет, кто-то еще травмировать там. Идти внутриутробно. И там столько всего можно напридумать. Да, это как бы фантазии у всех хватает. Да, и из-за этого травму сделать. А вот я в течение практически года была в терапиях. И оказывается, чем больше ковыряешься в себе, там можно много чего найти. И напридумать. А я вот в депрессии находилась где-то полгода. Это просто было жутко. Понимаете? Когда охота на потолоку лежать, смотреть и ничего не делать. То есть в августе вот я сейчас выхожу, я просто поняла, что я конкретная жертва. И притягиваю, выбираю. Смотри. Объясняю. Когда ты находишься в постоянных терапиях, есть в этом плюсы, плюсы ты себя немного начинаешь понимать. Знаешь, какие минусы? Я не хочу и боюсь выстраивать свою счастливую жизнь, поэтому я в себе ковыряюсь. Это страх действий. Да. Очень много людей, которые уходят в терапии больше двух-трех месяцев, это страх действий. Они знают, что делать, но они боятся, и поэтому они свои страхи начинают там ковырять. И ты будешь их ковырять до того, пока что-то не произойдет случайно. Очень много людей ковыряются в психологии постоянно, и это люди очень сильно безответственные. Ну, это как перекладывание ответственности на детства, на родителей. Типа, и со мной всё, это вот моё детство виновата, и всё как бы. Это детское появление. То же самое происходит в духовности. Очень легко прикрыться духовностью и ничего не делать. Очень легко. Очень легко переложить ответственность на умершего деда, и нихуя не делать, тоже очень легко. Очень легко переложить там, типа, я сейчас терапию пройду, потом замучу всё, тоже очень легко. Поэтому отсрачивание вот этих вот, ну, как бы, сильно долго сидения в терапии, это первый признак того, что человек безответственный. Ответственность перевивает отец. И папа, когда воспитывает, он толкает тебя в твёрдое. Но из-за того, что мамина сила, фигура большая для ребёнка или для человека, он уходит в софты, вот эти тонкие планы, и сидит там, потому что там безопасно. Ни в психологии, ни в духовности в морду не бьют. Когда ты идёшь в жизнь, в жизни бьют по морде. Я боюсь получить по морде, поэтому я сижу в психологии. Да, да, вы правы. Скорее всего, мне нужно, наверное, на коучинг идти, на будущее, чем там копаться, работать над будущим. Психологию ты уже учишься, закончили. Коучинг тоже, но коучинг, он немножко и толкает действие слегка. В коучинге единственный минус – тебе не говорят в лоб. Ты должен только додуматься сам, и человек видит ответ, и тебе не подсказывает. Это очень сильно бесит меня, во всяком случае. Да, надо право ответить. Когда я коучингом занимаюсь, меня тоже бесит, потому что я не имею права сказать вперёд. И человека ты мурыжишь, 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 блядь, мурыжишь. Вот. Поэтому я в какой-то момент говорю, коучинг закончен, сейчас я тебе, блядь, и я потом начинаю выдавать рекомендации в гору. Если человек слышит, окей, если нет, я начинаю мурыжить его дальше. То есть если ты ему сказал ответ, и до него не дошло, ну пусть ты доходит платить деньги, и я помурыжу с удовольствием подольше. Ну, если честно, я вот второй день или третий день смотрю, не переставая ваши вот эти тренинги, да, в YouTube. Да. Я там больше получила, столько инсайтов получила. То есть иногда вот по мозгам кому-то охота дать. Кто-то там доставал вас, девушка доставала. А хотелось подойти по мозгам дать. Ты что, этого не можешь понять? То есть насколько вы там, ну, объясняете всё это как бы. И 5 сентября я вам приду обязательно. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Всего доброго. Желаю всем хорошего дня. Давай, пока-пока. Песня. морщиваем д 일ечка. Пока-пока. 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 w м е Продолжение следует...